Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее заседание Совета по спорту посвящено физическому воспитанию, вопросам создания эффективной системы вовлечения наших граждан в занятия спортом и формирования новых возможностей для спортивной самореализации людей. Запрос на здоровый образ жизни и на спорт – одна из позитивных тенденций развития современного российского общества. За три последних года число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросло почти на 35% и составило 43,5 миллиона человек, почти треть граждан страны. Напомню, что мы ставили цель к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физкультуры и спортом до 40% населения, и если мы сохраним динамику, набранную на сегодняшний день, то, уверен, эта цель будет, безусловно, достигнута. Однако дело, конечно, не только в статистике. Главное – здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. И прививать физическую культуру, воспитывать ответственные отношения к себе нужно, безусловно, с ранних лет. Для максимального увеличения в регулярную физическую активность детей и молодёжи уже многое сделано. Эту работу необходимо продолжить и внимательно отслеживать эффективность принятых решений, таких, к примеру, как развитие системы соревнований и студенческого спортивного движения. Вместе с тем, по-прежнему, острых стоит вопрос вовлечения в спорт экономически активного населения. Существующие на сегодня организационные структуры недостаточно. В этой связи предложение рабочей группы нашего Совета воссоздать физкультурно-спортивные общества, безусловно, обоснованно и перспективно. Нужно определить цели и задачи их деятельности, установить полномочия и механизм взаимодействия, в том числе с ведомствами, крупными корпорациями, общественными объединениями. Убеждён, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительства проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпании и сделать соответствующее предложение. Конечно, это должна быть работа поэтапная, аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а наоборот созидать, и утвердить этот план до конца текущего года. Одновременно с этим Минспорту надо активизировать работу по развитию спортивного комплекса ГТО, который призван помогать человеку объективно оценивать свою физическую форму, а также обеспечить гражданам более широкий выбор спортивных занятий. Хорошие возможности здесь у наших национальных традиционных видов спорта. Создать условия для их развития, сделать их по-настоящему массовыми, значит открыть людям ещё одну очень яркую грань самобытной культуры нашей страны. И речь не только о российских гражданах. Отличным примером служит, например, наша самба. У него миллионы поклонников по всему миру, а официальным языком международного общения в этом видах спорта является русский язык. Кроме того, сам бы один из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом, и нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу олимпийских игр. Мы знаем, насколько это сложно, знаем, что этот процесс длительный, но об этом, конечно, нужно думать, говорить об этом и продвигать то, в чём мы реально заинтересованы. В ходе сегодняшнего заседания мы также обсудим итоги Олимпиады в Рио. Здесь ещё раз отмечу, что в целом выступление российской сборной было очень достойным. И хочу вновь поблагодарить как спортсменов, так и спортивные федерации, клубы, регионы, которые участвовали в подготовке атлетов. Эти победы – результат не только мастерства и не только таланта, но, безусловно, и силы духа, и умение держать удар. Наша команда сумела преодолеть ей предвзятое, несправедливое по часу отношение к себе и агрессивную информационную кампанию, которая была развязана против российских атлетов. Вместе с тем, прошедшая Олимпиада показала и проблемные точки. К сожалению, в отдельных видах спорта, а их порядка 11, отставание приобрело хронический характер. Более того, в семи видах спорта, а это очень много, наши спортсмены на Олимпиаду вообще не отобрались. Со всем этим нужно, безусловно, внимательно разбираться и Минспорту, и Олимпийскому комитету России, и принять конкретные меры, а руководство спортивных федераций сделает соответствующие выводы. В числе приоритетов нового олимпийского цикла должны быть рациональная концентрация ресурсов и формирование чёткой системы подготовки спортивного резерва. Эти вопросы предлагаю рассмотреть на следующем заседании нашего Совета. Самое серьёзное внимание, безусловно, нужно уделить науке в спорте, которая развивается у нас недостаточно динамично, и, конечно, борьбе с допингом. Да, конечно, мы видим значительную политизацию этой сферы, а подчас, я уже об этом говорил, и предвзятое отношение к нашим спортсменам. Но нужно признать, что мы и сами дали для этого повод, сами совершили целый ряд ошибок и просчётов в этой важнейшей и очень чувствительной области. Проблем здесь действительно много. Есть наши, есть общие для мирового спорта, которые нужно решать в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами. И в России, и в других странах заинтересованы, чтобы существующая международная система противодействия допингу стала прозрачной и открытой. И, главное, обеспечила безусловное равенство всех членов большой олимпийской семьи, незыблемость норм олимпийской хартии, и для достижения этих целей Россия, безусловно, приложит все силы. У нас уже имеются наработанные предложения. Создана независимая общественная антидопинговая комиссия во главе с почётным членом МОК Виталием Георгиевичем Смирновым, который сегодня здесь присутствует. В целом, для обеспечения абсолютной независимости национальных антидопинговых структур намерены существенно откорректировать организационную деятельность нашей российской антидопинговой структуры РУСАДА. В частности, из состава учредителей, вы знаете уже об этом, выходят Министерства спорта. Её учредителями становятся Олимпийский и Паралимпийские комитеты России. А финансирование пойдёт напрямую из федерального бюджета. Кстати, также будут перечисляться средства и на деятельность Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Изменения затронут и российскую антидопинговую лабораторию. Координацией её работы займётся Московский государственный университет имени Ломоносова. Конечно, новые форматы появятся и в самой системе управления спортом. Думаю, никто из присутствующих не будет возражать, что взаимодействовать с международными спортивными федерациями, международным олимпийским, паралимпийским комитетами должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, общероссийские спортивные федерации. В этой связи мы разговаривали с Александром Ильичем Жуковым. Я знаю, мы все знаем, что он избран первым заместителем председателя Государственной Думы, и мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредоточить свою работу, прежде всего, в Думе. Это огромная, большая работа, должность большая. Олимпийский цикл закончился, новый только начинается. И это, безусловно, правильно, мы всячески поддержим. Александр Ильич еще много сделал для спорта, и, надеюсь, еще сделает. Нам, решая только этот вопрос, нужно обязательно делать это в контакте с МОКом, с международным олимпийским комитетом, с тем, чтобы здесь нам ничего не утратить, не утратить место России в международном олимпийском комитете. Нужно с господином Бахом провести консультации по этим вопросам, прежде чем мы что-то будем делать и принимать какие-то решения. Кроме этого, хочу вас проинформировать, мы с председателем правительства обсуждали вопросы сфер близких к спорту. Какие это сферы? Это молодежная политика, это туризм, безусловно, спорт, молодежь, туризм. Все это сферы очень близкие, и мы полагаем, что нужно объединить это в один комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру правительства Российской Федерации. Правительство сделает конкретные, в том числе, кадровые предложения в ближайшее время. Я подчеркну, что всё это лишь первые шаги на пути преобразования, которые ждут спортивную сферу. Хотел бы ещё раз повторить, что Россия всегда была и остаётся приверженцем честной, справедливой и равноправной спортивной борьбы. И на играх в Рио наша команда делом показала, доказала, на что способны чистые российские атлеты. Очень много наших спортсменов сумели проявить себя, несмотря ни на что. И у страны появились новые герои, новые примеры. Я предлагаю подумать над тем, как обеспечить этим примером более широкое признание и известность.